Дорогие друзья, здравствуйте, добрый день. У нас уже начало июля на календаре и портал Приан начинает очередной вебинар. Хотел сказать о зарубежной недвижимости, но немножко осекся. То есть мы, конечно, о недвижимости сегодня тоже поговорим, но не только о ней. Мы говорили о большей степени даже не о инвестиционных возможностях и не только о недвижимости, а возможностях иммиграционных. А иммиграционные возможности во многих программах ВНЖ и гражданства, они могут быть связаны с недвижимостью, но не только с ней. И вот сегодня в центре внимания нашего программа не иммиграционная, программа иммиграционная, безусловно, но не только и не столько с недвижимостью связанная. Мы будем говорить сегодня о золотой визе Португалии и о инвестициях в фонды. Я в данной ситуации буду задавать, возможно, довольно общие вопросы, потому что мои компетенции именно в этом вопросе не столь велики. А вот у моих собеседниц они более чем солидные. А у моей собеседницы это Ксения Грищенко, главный операционный директор компании «Солонт». Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. И Марьяна Ухарова, руководитель направления Португалии компании «Солонт». Марьяна, здравствуйте. Добрый день всем. Традиционно вопросы, какие есть, задавайте, пожалуйста, в чате. В чате же мы сейчас опубликуем контакты компании, чтобы можно было с экспертами «Солонт» связаться напрямую. Ну что ж, Ксения, перед тем, как мы начнем говорить уже о Португалии, несколько слов о вашей компании, пожалуйста, и о том месте, которое Португалия, ее рынок недвижимости, ее инвестиционные программы занимают в вашей схеме, в палитре вашей деятельности. Пожалуйста, я буду включать презентацию. Да, спасибо, Филипп. Приветствую всех наших зрителей. Коротко о нашей компании. Компания «Солонт». Мы открылись недавно в этом году, но наша команда имела большой опыт работы в этой индустрии, во всех, во многих крупнейших компаниях, которые многим знакомы. Это и Сотбис российский, и Микронис, и Артенкепитал, и другие. Поэтому у нас практика большая, в том числе и работы с португальской программой, к которой мы еще вернемся к этой нашей практике. Наша компания «Солонт» представлена в четырех странах мира. Главный офис находится в Дубае. Также у нас есть офис в Москве, в Стамбуле и в Черногории, в Тивоте. Мы занимаемся тремя основными направлениями деятельности. Первое – это иммиграционные программы, гражданство, ВНЖ, ПМЖ, в основном за инвестиции, но также через другие неинвестиционные пути. И для нас важно нашим клиентам показывать все альтернативы, которые есть на рынке. И если клиенту подходят визы в категории Digital Nomad или финансово-независимые, или стартапы, и другие, мы с удовольствием на это ему укажем и не будем только на инвестиционные пути направлять. Второе большое направление, которое мы добавили в наше портфолио – это недвижимость. Мы понимаем, что наши клиенты так или иначе инвестируют для собственного использования, для получения доходности, арендной или капитализации. И мы с удовольствием предлагаем варианты, работаем на рынке в Востоке, Европе, Восточной Азии. И третье направление – это бизнес-сетап, открытие, регистрация компаний. Больше всего мы работаем в Эмиратах, у нас свой департамент, который делает регистрации всех типов компаний, офшоры, фризоны и Майнленд, открываем счета и так далее. Поскольку мы присутствуем в Эмиратах, имеем большую практику, опыт, хорошую команду, мы эти сервисы также оказываем. Сегодня мы будем говорить, наверное, о нашей любимой теме – это иммиграционные программы. И традиционно разделяем паспорта гражданства и ВНЖ-ПМЖ. И ВНЖ-ПМЖ чаще всего наши клиенты интересуют на территории Евросоюза. Потому что, в отличие от паспорта, вид на жительство, он все-таки по своей структуре, по своему типажу – это возможность разрешения жить в конкретной стране. И там дополнительные права в зависимости уже от правил. И если это территория Евросоюза, то бенефиты, преимущества, они расширяются на все 27 стран ЕС. И для многих клиентов, особенно в условиях ограничений текущих, этот вопрос очень актуален. Поэтому мы сначала рассмотрим в целом, что такое вид на жительство в ЕС, какие он дает преимущества. И дальше уже какие есть варианты на сегодняшний день, в чем их отличие, под какую задачу, какой вариант выбирать. И для чего же все-таки сейчас подходит Португалия. И так, как я уже сказала… Да, извините. Я просто как раз тогда хотел узнать… Ну вот, собственно, покажу слайд. Нет, но он… Вот этот слайд как раз едва ли очень подробный, да, теми странами, которыми вы занимаетесь. Я просто еще раз предложу нашим зрителям обратиться к вам напрямую с тем, чтобы вы какие-то подробности прислали, какую-то более подробную информацию. Все-таки, чтобы было понимание, вот с какими странами вы сейчас работаете. Реально, вот сравнение программ, просто здесь не очень хорошо видно. Ксения, если вы на связи, просто я вижу, как связь немножко прервалась. Если нет, Марьян, попрошу просто вас в нескольких словах ответить. С какими программами вы работаете и какое место Португалия занимает в вашем списке? Филипп, да, спасибо за предложение. Мы занимаемся всеми программами, в принципе, которые доступны, работают официально, программами гражданства и резидентства. Если мы говорим про страны Европейского Союза, то на сегодняшний день мы работаем с такими программами, как золотая виза Греции, Португалия, Испании, программа ВНЖ Венгрии, ПМЖ Кипра и ВНЖ Мальты. Из всех этих программ только ВНЖ Греции на сегодняшний день недоступны для граждан Российской Федерации, но многие наши клиенты, у кого есть другие паспорта, кто уже оформлял, может быть, паспорт Турции или паспорт Вануату, могут претендовать на эту программу. Мы можем кратко пройтись вообще в целом, да, рассказать про что такое программа ВНЖ. Это временный вид на жительство, который позволяет проживать в стране, в каких-то странах он позволяет иметь право на работу и так далее. И если мы говорим о программах самых на сегодняшний день популярных, да, это, я бы сказала, что, скорее всего, это программа Кипра, программа Венгрии, которая обновилась, которая как раз с сегодняшнего дня официально вступила в силу. И наша любимая, да, как уже Ксения сказала, программа ВНЖ Португалии, потому что это единственная программа, которая на сегодняшний день доступна, которая позволяет получить гражданство Европейского Союза. Ксения, я хочу вас тогда уточнить, ой, простите, Ксения Марьяна, хочу уточнить у вас, когда вы сказали, говорите о популярности Кипр и Венгрия. Ну, Кипр, понятно, собственно, довольно давно программа существует, работает, и, в общем, несмотря на все такие опасения, она никак не закрывалась. А если мы говорим про программу Венгрии, мы не так давно обсуждали с вашими коллегами, и я, кстати, думаю, ссылочку можно в чате, мои коллеги опубликуют, тем, кому это интересно. Я правильно понимаю, что у вас появились первые клиенты, с которыми вы работаете по этой программе, то есть уже какие-то шаги начали делать, потому что, когда мы общались две недели назад, программа еще не работала, и, в общем, говорить-то еще было особо не о чем. Да, ну, мы уже начинаем подготовку, уже с 1 июля официально программа работает, сейчас возможно подавать уже заявление на инвест-визу, и после этого уже переходить к инвестициям. То есть более подробно, конечно, нужно обращаться на персональную консультацию, чтобы мы уже рассказали, не останавливались, да, сегодня, ну, более детально рассказали про шаги. Ну, основной шаг – это подача на инвестиционную визу, ранее это была подача на визу D, ну, это примерно такого же плана, который позволяет въехать в Венгрию. Ну, то есть я, на самом деле, этот вопрос задал просто для того, чтобы понять, что все, за две недели некоторые изменения произошли, программа начала работать, вы с ней работаете? Программа, все, официально, да, официальная работа работает. Давайте тогда перейдем к вашей любимой Португалии все-таки. Несколько слов вообще о ситуации, потому что в прошлом году было много заголовков, что Португалия закрывает программу «Золотая виза», вот закрывает, не закрывает, вообще что сейчас происходит. И помимо того, что вы сказали, что Португалия интересна в первую очередь, ну, среди прочего, скажем так, возможности получить паспорт, какие здесь возможности еще в Португалии есть? Пожалуйста. Давайте, отвечая на ваш первый вопрос, говоря в целом про доступность, официально Португалия не закрывала, у нее нет никаких списков о том, что гражданам Российской Федерации нельзя одобрять гражданство или ВНЖ, поэтому программа официально работает. То есть в законе нигде не сказано ни про какие национальности, и мы имеем определенный опыт и определенную статистику по тем заявлениям, которые мы подавали, в принципе, еще в 21-м году, в 22-м году. После этого, да, если всех интересует эта ситуация, да, 22-го года, после этого наши клиенты получали одобрение по программе «Золотой визы». Наши клиенты получали одобрение по программе гражданства, ездят до сих пор, клиенты приезжают на, сдают биометрию. И, наверное, более подробно мы остановимся после каких-то основных моментов, да, расскажем, какие у нас есть инструменты для того, чтобы этот процесс проходить. Я хотела добавить, да, извиняюсь, что немножко так клиниваюсь, что когда мы смотрим про все программы ВНЖ, доступные, инвестиционные, которые у нас были на таблице, и мы эту презентацию отправим с удовольствием клиентам, и неинвестиционные, которые уже туда просто не вместились, мы всегда исходим от задач. И если задача получить вид на жительство быстро, да, там вот быстро, то это не про Португалию. Но если задача стоит долгосрочная, с какими-то перспективами, то здесь, конечно, у Португалии уникальное место среди европейских программ, потому что она действительно позволяет планировать натурализацию и переход на паспорт. Это один из критериев, по которым мы сравниваем. Потому что, к примеру, та же Греция или Испания, мы понимаем, что большинство программ переход на паспорт требует переезд, и, соответственно, проживание полгода в год, как минимум, это налоги, это вот какой-то радикальной, кардинальной смены жизни. И если в текущее время тяжело планировать даже на 2-3 года вперед, мы не понимаем, каким будет мир, сможем ли мы с нашими детьми, с нашим бизнесом жить постоянно в той или иной юрисдикции, и возможность каким-то образом здесь иметь план, где все-таки можно сохранять текущий образ жизни, он, конечно, привлекателен. Поэтому Португалия, она, несмотря на то, что чуть дольше в одобрении, но для долгосрочных перспектив работы на паспорт, она действительно вариант номер один. И мы очень раньше много было разговоров, что что дает Португалия, она дает надежду на паспорт. И мы действительно прорабатывали вопрос, как работает реально натурализация, переходят ли люди на паспорт. И мы сфокусировались на этой задаче, потому что мы понимаем, что это основной мотив клиентов, это перспектива получить гражданство. А гражданство Португалии, на минуточку, это не просто безвиз UK и Шенген, как Карибы, например, давали, это безвиз США, это безвиз Канады, это европейский паспорт, возможность жить, работать любой 27 стран Шенгена. Соответственно, это, конечно, большие перспективы, и мы на этом большой фокус сделали. Об этом также отдельно можем поговорить. И многие клиенты... Португальская программа была супер популярна, мне кажется, в 2020-2021 год. Как раз мы работали в других компаниях, и у нас большая практика. И забегая вперед, мы были, мне кажется, одной из первых компаний в России, кто начал работать с фондами еще по тем условиям за 350, когда весь рынок продавал там два других проекта всем известных, мы как-то больше прониклись фондами. Поэтому нам сейчас очень легко вернуться в эту отрасль и рассказать, объяснить, как мы объясняли нашим клиентам, что это такое, как с этим работать, как выбрать и так далее. Но не буду вперед забегать. Ну, давайте уже как раз, наверное, немножечко к этому переходить. Все-таки нынешняя ситуация программа «Золотая виза Португалии». Марьяна, вы начали про это говорить. То есть она вот... Вот что произошло? Что произошло с сегментом по недвижимости, то есть вот с той опцией, которая существовала? Что произошло с другими опциями? Несколько слов об этом. И я сейчас, наверное, включу презентацию, потому что, по-моему, кадр на этот счет есть. Вот что это такое? Да. В целом, если мы говорим про программу «Голден виза», эта программа начала работать еще в 2012 году. Очень много было заявок подано. Она очень популярна у граждан Китая, у граждан Америки и так далее. И в том числе у граждан Российской Федерации. Какие изменения произошли, это была поправка внесена в закон, которая исключила опцию приобретения недвижимости, в том числе коммерческой недвижимости, жилой недвижимости и любые опции, которые так или иначе связаны с недвижимостью. Поэтому это такое основное изменение, которое произошло. Также, если мы говорим про сроки оформления, которые сейчас существуют, на сегодняшний день это достаточно долгая программа. Действительно, рассмотрение занимает порядка 18-24 месяцев. Но при этом также в начале этого года вступил в силу новый закон, который теперь позволяет засчитывать срок рассмотрения в счет срока ВНЖ. То есть, если вы ожидаете с момента подачи вашей заявки на рассмотрение, миграционный орган, который также преобразовался, называется на сегодняшний день АИМА, а не СЭФ, как раньше. И с момента вашей подачи заявки начинается срок вашего вида на жительство до гражданства. То есть, тем самым, даже ожидая вашу карточку ВНЖ один год, допустим, далее вам необходимо будет проживать там, иметь статус ВНЖ еще 4 года до права перехода на гражданство. Это важно. Также это действует закон ретроспективно, потому что, конечно, как только это объявили, шквал заявок клиентов, которые подвисли, когда началась СВО, и были проблемы с выдачей карточек для российских клиентов, и были, конечно, увеличены еще больше сроки ожидания. И сейчас только, можно сказать, в этом году как-то на поток вышло это одобрение, нашелся этот способ. Но при этом все клиенты, которые подавались в 2021-2022 год, они все равно этот срок ожидания 2-3 года уже прошло, а он засчитывается в счет того периода, 5 лет, когда после которого можно подавать на натурализацию. Поэтому эта новость, конечно, всех взбодрила, и, в общем-то, как-то возродила такой интерес к программе. Давайте, значит, про недвижимость вы сказали. Да, собственно, опция недвижимости, вот в классическом виде, какая она была, ее сейчас нет. Опция инвестиций в фонды, она сохранилась. Что она собой представляет? И тут вы просто тоже подскажите, по-моему, в презентации тоже есть несколько кадров этому посвященные, что такое инвестиции в фонды. Ну, вот про общие требования, я думаю, тут можно не говорить уже, просто какие есть варианты. А, вот, собственно, какие есть варианты инвестирования. Отлично. Да, но мы не будем останавливаться сегодня на остальных вариантах инвестирования. Да, там есть варианты и создания рабочих мест, и инвестирования в существующий уже бизнес. Это требует более индивидуальной проработки. В принципе, это опции, которые также возможны, но у них также есть свои нюансы. Сегодня мы поговорим про основную опцию, это инвестирование фонды. Инвестиционные фонды, если мы говорим общими словами, да, они выступают в качестве финансовых организаций, которые привлекают инвесторов и, инвестируя в разного рода активы, увеличивают капитал. Если мы говорим про преимущества инвестирования фонды, то это, конечно же, диверсификация, потому что фонды инвестируют в разного рода активы, и также инвестор может выбрать, инвестировать не только в один фонд, а в несколько, то есть инвестировать в разные направления. Это может быть и агробизнес, и IT. Это налоговые льготы, так как доход, полученный от инвестиций фонда, не облагается налогом. Так, как я уже сказала, это выбор отраслей, потому что фонды инвестируют в разного рода активы, это и, может быть, блокчейн, AI, новые слова, новое направление, здравоохранение, фондовый рынок и так далее. Фонды – это достаточно надежный инструмент. Многие наши клиенты, как Ксения уже сказала, мы давно работаем с фондами, это для нас даже было удивительно, потому что тогда была доступна опция недвижимости, и многие наши клиенты обращались к нам и спрашивали, а вы занимаетесь, у вас есть эта опция доступна, можно ли нам инвестировать, нам интересно, мы хотим инвестировать фонды. И фонды регулируются Центральным банком Португалии, а также CMVM, это португальская компания по ценным бумагам. Добавить секундочку, Филипп, что в целом фонды – это инструмент, которым на местном рынке инвестируют не только под золотую визу, то есть это финансовый инструмент, который в целом пользуется популярностью и спросом. И здесь инвесторы под золотую визу просто выбирают как очередную опцию. И когда рынок недвижимости, конечно, подвергся вот этому высокому спросу за счет популярности золотой визы, то здесь инвестиция в фонду всегда выступала достойной альтернативой. Давайте просто так вот почтим. Значит, вот есть некий фонд, некая организация. Инвестор должен внести сумму, я правильно понимаю, от полумиллиона евро? У каждого фонда есть паи, да? То есть это как паи, которые как акция. И клиент покупает эту акцию. Фонд сам решает стоимость своей акции, сам определяет. Она может у какого-то фонда сразу стоить 500 тысяч евро. И тогда, да, ему нужно купить одну акцию. А у другого фонда она может стоить 100 тысяч евро. И тогда ему нужно будет купить 5 таких паев. И как Марьяна уже упомянула, программа позволяет инвестировать в разные фонды. То есть вы можете в одном купить 2 пая, которые у вас 100 тысяч стоят, и 3 в другом, к примеру. Но все-таки это зависит от фонда. Если вы выбираете фонд, где минимальный пай стоит 300 или 500, то, соответственно, уже вы только в него заходите. Здесь уже мы помогаем сориентироваться, мы сравниваем все фонды, мы исходим из риск профиля клиента, из его в целом ожиданий, по доходности, по срокам и так далее. Сколько, вот, вот, как раз, вот об этом хотел сказать, значит, как войти и как выйти. То есть вот несколько слов, в общем, можно общих о работе фондов, как они, то есть вы сказали, во что они сами инвестируют. Я купил несколько акций, но этого фонда, и что? Как это дальше? Что со мной будет пересадить и с моими деньгами? Хотелось бы сразу добавить, наверное, про то, что я уже говорила, да, о том, что фонды регулируются CMVM и комиссии по ценам в Португалии, и у фонда обязательно, каждый фонд должен инвестировать минимум 60% в Португалию. В целом принцип работы фондов, как мы уже начали говорить, это привлечение капитала инвесторов, далее это вложение, есть период подписки, да, там бывает один год, два года, это то время, когда фонд привлекает деньги инвесторов, собирает определенный капитал и начинает придерживаться своей инвестиционной стратегии, начинает инвестировать средства. Если мы говорим про инвестиционную стратегию, инвестиционная стратегия также прописана в менеджмент регуляции фонда, и зарегистрирована в комиссии по ценным бумагам, то есть фонд должен придерживаться данной стратегии и не может ее поместить, допустим. Простите, пожалуйста, я понял, вот эти фонды, о которых вы говорите, сколько лет они существуют? Они создавались специально под вот эту программу с золотой визой или вообще это не связанные вещи? Мы уже говорили про то, что фонды в целом работают, это классический инструмент инвестиций в мире, фонды работают не только по золотую визу, есть фонды, которые созданы специально под эту программу, есть фонды, которые уже существовали до этого. Но тут скорее я бы говорила о компаниях. Есть управляющая компания фонда, и управляющая компания фондом, она имеет обычно большой опыт. Это может быть компания, которая уже 20 лет на рынке, у которой есть уже реализованные фонды, но фонд этой же компании может быть создан сегодня под золотую визу. Все-таки, то есть у фонда есть срок действия, и у этих компаний, может быть, уже был опыт в прошлом, но на сегодняшний день они создали какой-либо фонд, допустим, под золотую визу. Под определенную стратегию. То есть, да, фонд говорит, мне нужно 30 миллионов евро, я хочу сделать то-то. Не знаю, там масштабировать какой-то мелкий бизнес по экспорту фермерских овощей, или наоборот, там sustainability очень популярный сектор, или hospitality, ну множество. Да, вот у него стратегия, ему нужно 30 миллионов, чтобы что-то сделать. Вот эта стратегия, как Марьяна говорит, описана в Management Regulations, зарегулирована, по ней каждые полгода фонд отчитывается, соответственно, инвесторы тоже видят отчеты, получают все, что происходит, и дальше фонд решает. Вот мне, чтобы собрать 30 миллионов, нужен год или два года, это вот называется период подписки. После того, как сумма собрана, подписка закрыта, больше они инвесторов не принимают, они начинают реализовывать свою стратегию. Они закладывают, к примеру, 6 лет на это, кто-то 8, да, этот называется срок действия фонда. Он также известен, также является предметом для сравнения. Дальше фонд говорит, начинать с третьего года, я готов выплачивать дивиденды. Я прогнозирую, что это будет 3%, 2%, 5%. Это зависит от фонда, от его стратегии. Тоже мы это анализируем. Простите, пожалуйста, он прогнозирует или гарантирует? Гарантирует, не гарантирует. Да, по закону запрещено, как в ИБИФА, тоже вы знаете, запрещено гарантии давать. Фонды это в любом случае рисковый инструмент на рынке ценных бумаг, поэтому они не могут давать гарантии, это не заем, ничего такого, но основываясь на стратегии, мы можем смотреть, чем защищены, чем обеспечены активы. То есть здесь идет оценка рисков, и здесь мы также помогаем инвестору сориентироваться и выбрать то, по что ему будет комфортнее всего инвестировать. Я буду задавать, может быть, совершенно наивные вопросы, но опять же, когда мы готовились к вебинару и к нам приходили некоторые вопросы от наших зрителей, я понимал, что не все, как и я, понимают всю суть этого процесса. То есть что-то мы, конечно, изучили, но так поэтому несколько наивных вопросов, если позволите. Итак, вот я вкладываю деньги, при этом вот от того момента, как я совершил инвестицию, до того момента, как фонд закрыл, вот собрал нужную сумму, может пройти некоторое время. Причем это может быть даже не неделя, не две, это может быть несколько лет пройти, правильно? Правильно, да. До двух лет обычно. Если мы вернемся к истории, что я в итоге хочу получить ВНЖ, я претендовать на ВНЖ могу уже в тот момент, когда я свою сумму внес или когда фонд закрыл всю эту программу свою? Конечно, когда вы уже разместили средства, то есть когда вы перевели фонд и фонд выдал вам бумагу о том, что вам приобретены паи фонда. То есть после того, как фонд выдал мне эту бумагу, я могу претендовать на... Да, вы мою инвестиционную часть выполнили на этом этапе. Как мы с вами говорили уже, Филипп, о другим программах, в любой из наших программ есть два, две степени ожиданий. Первое – это иммиграционные ожидания, второе – инвестиционные ожидания и такие же риски. И мы всегда закрываем их, разделяем. И, соответственно, мы понимаем, что есть иммиграционные требования, да, что фонд должен быть квалифицирован под ВНЖ, да, что там вот эти он выполняет требования 60% и так далее, по размеру фонда есть требования. И, соответственно, там от инвестора, да, все действия. Это касается к иммиграционной истории, и есть отдельная инвестиционная история. И то, что мы говорим про срок подписки, про доходность, про выход – это все, по сути, инвестиционная часть. И ваши иммиграционные риски, они закрыты сразу, то есть они отсеяны, мы, естественно, работаем с фондами, по которым уже получали инвесторы золотые визы и так далее. И все, что нужно, требуется также, чтобы инвесторам удостовериться, мы предоставим. Это самая легкая, на самом деле, часть всей истории. Дальше, когда мы переходим к инвестиционной части, здесь уже есть вариативность, есть над чем поработать, что посравнивать. Итак, давайте тогда посмотрим. Значит, вот, если я правильно понимаю, у нас есть еще вот такой слайд замечательный. Вот некоторые фонды. Я понимаю, что, может быть, не очень хорошо видно, но вот принципиальное их отличие, кроме того, что один, как вы сказали, может специализироваться на инвестициях, не знаю, в сельское хозяйство, другой, там, не знаю, в IT-сферу, третий, не знаю, в автомобилестроение в качестве примера, в недвижимость наверняка. Вот в чем они еще отличаются? В недвижимость нельзя как раз. Да, Марьян. Как раз недвижимость исключена, и фонд не имеет права также инвестировать в недвижимость. И, как я уже говорила, что 60% инвестиций должны быть размещены в Португалии. Основные критерии для выбора фонда – это стратегия, как раз куда фонд планирует инвестировать, риск-профиль инвестора, то есть бывают высоко рискованные инвестиции, да, но при этом высокая доходность. Менее рискованная стратегия, менее низкая, ниже доходность, да, но это такой… Повыше ликвидность, да. Повыше ликвидность, в зависимости от риск-профиля клиента мы тут тоже можем подобрать. На таблице мы видим всего в сравнении 6 фондов, у нас на самом деле в портфолио больше 15 фондов, просто мы не смогли бы уместить их сейчас в презентацию, это как раз для наглядности, но у каждого фонда есть управляющая компания, это менеджмент компания, менеджмент фонда, который имеет опыт как раз, который имеет опыт управления фондами. У него есть какой-либо трек-рекорд, у него есть уже реализованные инвестиционные проекты, да, то есть там, где фонд уже получил, принес прибыль своим инвесторам и так далее. Это один тоже из важных критериев, по которым мы выбираем фонд. У каждого фонда… Да, да. Еще разочню, тут есть одна совершенно дивная цифра, но вот если я правильно понимаю, минимальная сумма инвестиций, где-то там 50, где-то 100, где-то полмиллиона, это вот, Ксения, к вопросу о том, что вы говорили, это стоимость фонда, который определяет для себя, если мы все-таки вспоминаем про нашу цель как иммиграционную, я в любом случае должен приобрести на 500 тысяч, не меньше. Да, это слезно. Окей. Тогда следующий вопрос, тоже очень милый, там вот внизу у вас прекрасные цифры, где-то 15%, где-то 15-20, где-то 10-12, вот что это за цифры, и если я правильно вижу, написано целевая доходность, вот это что значит, что такое целевая? Целевая доходность, это по факту внутренняя норма доходности, которая, это не доходность, которая выплачивается инвестором, это, ну, наверное, сложно объяснить простым языком, то есть это расчет полноценный берется, сложные инвестиции на срок за весь период, да, то есть после реализации активов фонда, вот после того, как, например, фонд инвестировал по выбранной стратегии, дальше у него какая-то есть доходность ежегодная, и по стечению срока подписки, подходя медленно к вопросу выхода из инвестиций, фонд понимает, кто выкупает эти активы, то есть они продают на открытом рынке, выкупает там управляющая компания, сама их выкупает, то есть это в зависимости от фонда есть своя история, и они понимают, что у них целевая доходность на окончание подписки будет прирост, там, ну, сама индустрия, сам сектор, к примеру, они думают, будет расти 3-5% в год, как со стейнобилти, да, вот эта вся зеленая тема растет, что-то еще будет расти, и они понимают, что после всех инвестиций, проделанных, стоимость их активов, которые они инвестировали, будет составлять, там, на 15-20% Да, всех расходов Да, то есть это success, success, доходность Окей, а как мне тогда понять, ну, хорошо, вот я, вот есть один, который говорит про эту доходность, там, заявляет, ну, или, по крайней мере, предполагает, что это будет 10%, другой предполагает, что 20%, означает ли, что если я вложу во второй, то с большой вероятностью или с большей вероятностью я что-то получу сам, и как понять, а сколько я-то получу всего этого, если я что-то вообще получу Как мы уже сказали, все равно любая инвестиция, особенно инвестиции, которые связаны с ценными бумагами, да, это рискованные инвестиции, они относятся к рискованным инвестициям, и по регламенту, да, который прописан по работе фонда, фонд не гарантирует возвратность инвестиций, даже если вы вкладываете, допустим, 500 тысяч евро, это все равно не может быть прописано, что вся сумма вам будет возвращена, и плюс к этому вы еще получите 20% доходности, да, от этого как раз стоит опираться, когда клиент выбирает, куда ему инвестировать, да, какой фонд, как он себя зарекомендовал, какая у него стратегия, да, и если там будет указана, допустим, доходность 30%, это как раз будет у этого фонда стратегия с высоким риском, то есть чем выше доходность, тем выше риск, классический. То есть, если я хочу, означательно сказанное вами, что если я хочу все-таки минимально рисковать своими деньгами, я, ну, лучше выбирать не исходя из вот этой цифры уж точно, а исходя из каких-то других параметров. Смотрите, доходность – это примерный расчет, который управляющая компания предлагает к анализу. Нам нужно смотреть на то, как сбалансированы активы и какая стратегия у фонда. Может быть, он инвестирует в уже готовый бизнес, который уже давным-давно работает, на балансе бизнеса есть активы какие-то, та же недвижимость, заводы, бароходы, которые так или иначе обеспечивают, да, стоимость этих компаний. Что предлагается делать, какие, естественно, на самом деле не так сложно сделать выбор. Понятно, что есть сектора бизнес, сектора, которые побольше растут, да, но есть какие-то риски просто рыночной коррекции. То есть, как вы, допустим, инвестируете, покупая там акции, да, можно сидеть спекулятивно, покупать там какие-то акции каких-то компаний, которые, вы знаете, да, там сейчас проводят какую-то деятельность, а можно пойти, зайти в фонд там S&P 500 и что-то такое. Мы понимаем, что он сбалансирован, так или иначе, если компании будут расти выше инфляции, да, ну, грубо говоря. И вот здесь похожая история. И мы подобрали фонды. Здесь сумма доходности, она не первая к анализу. Нам нужно смотреть на сектор. То есть, у нас есть фонд, который инвестирует в производство вина, да. И у них там есть своя история у каждого фонда. Да, мы тоже его, нам тоже он понравился. Вот у них есть винодельня, у них есть там свои контракты заключенные. Есть уже обороты. И мы понимаем, что если мы вот таким образом расстабируемся, на такую доходность мы выходим. Может ли он там прогореть? Ну, может, наверное, но вряд ли это будет в ноль, да, потому что там есть уже настроенный бизнес. А как я тогда могу оценить, сколько я, и вообще, получу ли я что-то? Если я получу, то как я эту сумму буду получать? Ну, вот предположим, вот давайте я еще раз открою этот слайд, или, возможно, чуть дальше. Я так понимаю, что у вас по каждому фонду есть отдельный рассказ. О, вот на примере какого-то конкретного одного фонда. Вот, а сколько я в итоге буду получать, если что-то буду? И как это будет определяться? Как этот механизм будет обустроен? Смотрите, как мы уже говорили, что нету, что у каждого фонда есть вот этот документ, да, менеджмент регуляции, в котором прописана стратегия, в котором прописан срок действия фонда. И мы не проговорили как раз про выход из фонда, да, как происходит период закрытия фонда. Обычный период закрытия фонда, он тоже длится пару лет, то есть это время, когда фонд может распродавать свои активы и получать доходность. В этот период фонд имеет право, в принципе, если на данный момент фонд является убыточным, допустим, он может продлить срок действия фонда, чтобы принести доходность. Доходность ежегодная, она обычно не прописана. Она может быть прописана у каких-то из фондов, она может быть прописана ориентировочно, что они ожидают, допустим, с третьего года фонд начнет приносить доходность в размере 3-5%. Но, как уже проговорили, нет, не имеет права даже фонд указать точную доходность, допустим, что вы получите плюс 20%. То, что мы, есть у нас какие данные, это сборы, которые берет фонд, это плата за подписку, комиссия за управление ежегодная, которую фонд взимает как раз с доходности, то есть клиент обычно не платит ежегодно, не уплачивает дополнительных никаких взносов. И есть комиссия за успех. Комиссия за успех – это как раз сумма, которую, допустим, клиент вложил 500 тысяч, заработал 20% на выходе, заработал 100 тысяч евро. Из этих 100 тысяч евро фонд возьмет свою комиссию 20%, 20 тысяч евро за то, что он все это время управлял. Это называется комиссия за успех. Еще раз, Тарас, смотрите. Вот я вложил в некий фонд полмиллиона евро. Когда в успешном случае я что-то начну получать доходность, хоть что-то. Смотрите, значит, обычно, допустим, на второй, на третий год, в среднем на третий год они закладывают, начинается выплачиваться доходность. Она может, она не фиксирована, она по рынку идет. То есть как себя чувствует фонд, какие реальные рыночные показатели. Ну, ориентируемся на рынок 3-4-5 процентов. Это максимум. Больше они не будут показывать. Вы начинаете ежегодную доходность получать. При этом, Филипп, у вас у большинства фондов, управляющих компаний, есть приложения. Примерно как наши банковские онлайн-приложения. Вы видите все, что происходит. То есть здесь все достаточно прозрачно. И, как мы уже говорили много раз, фонды зарегулированы. То есть они не могут там рисовать что угодно. Они постоянно отчитываются. И в этом плюс. Дальше вы получаете доходность на момент закрытия фонда. Допустим, срок фонда 8 лет. Может быть срок фонда 6 лет. Вы можете выходить из своих инвестиций, как только вы поменяли статус. Получили ПМЖ или гражданство. Как раз это условно говоря 6 лет закладывать. Через 5 лет после подачи. И сам процесс еще года полтора займет. И дальше фонд реализует свои активы. И выплачивает вам сумму. Ваши 500 тысяч обратно. Плюс прирост. Допустим, оно приросло еще на 20%. Это 100 тысяч еще. Берет свою комиссию за успех. И вот он вам 580 выплачивает обратно. На момент закрытия подписки вы вышли из фонда. Продали свои поиски. Еще раз. Выйти из фонда я могу только в тот момент, когда подписка завершена. Или по ходу дела я могу как будто продать этот актив свой? Это возможно. Да. То есть фонды закрытого типа, они как раз имеют срок начала, конца подписки. Поэтому если у вас все в порядке, вы довольны, продолжаете хранить файл, то вы выходите из фонда на момент закрытия подписки по сценарию, который мы только что проговорили. Если вам фонд не нравится, вы считаете, что какая-то ситуация, вам нужно вытащить деньги. Это допустимо. Так же как с недвижимостью по Португалии, по любой ВНЖ программе работали, мы можем выйти из инвестиций, у нас нет обременения на этом активе. У нас вопрос с продлением ВНЖ станет отдельный, но инвестиционно мы выйти можем. И здесь вопрос, как эту пай реализовать. И здесь также может быть несколько вариантов. Какие-то фонды, управляющие компании, могут выкупать эти паи, могут предлагать другим инвесторам. Вы можете сами найти покупателя, можно на открытом рынке это продать. То есть это не запрещено, это теоретически возможно. Но это понятно, что дополнительно нужно понимать, как мы этот процесс осуществлять будем. Смотрите, вот у меня есть некие бумаги, 5 бумаг по 100 тысяч. Я получил ВНЖ, мы отдельно сейчас поговорим о том, как я его получил, но предположим, все, я его получил. Через 3 года я понял, все, надоело. Пусть даже я там получил 1,5-2%, но все, я уже не хочу с этим фондом связываться. Я могу продать? Вы можете продать, вы можете выйти. На какую сумму? Кто это определяет? Это будет по оценке активов. То есть у фонда в целом есть оценка активов. Ежегодно фонд отчитывается, комиссии по ценным бумагам. У фондов есть аудиторские компании, такие как Deloitte, PwC и так далее. То есть фонд ежегодно имеет отчетность, он отчитывается перед своими инвесторами. И у них также есть как бухгалтерия. То есть в любом случае у них есть оценка активов ежегодно. И это запрос в любом случае через управляющего фонда, выход из инвестиций. И фонды обычно реализуют, предлагая выход, предлагают покупку этих паев по факту своим же инвесторам. То есть те инвесторы, которых у них уже приобрели. Предположим, я получил ВНЖ через инвестиции и фонд. На следующий день после получения ВНЖ могу ли я, сохранив ВНЖ, продать все бумаги или нет? Нет, как раз таки программа подразумевает, что вам необходимо перейти на любой другой статус. То есть в Португалии нет минимального срока удержания инвестиций. Тут нет срока, что вы должны удерживать 5 лет или 7 лет. В Португалии необходимо перейти на другой статус, перейти на ПМЖ или на гражданство. После этого можно актив продать. Так же, как и было с недвижимостью Филиппа, так же, как золотая виза Испании и Греции. У вас временный вид на жительство, вы его продлеваете без проживания, только на основании того, что вы сохраняете актив, хоть сколько угодно. Если, допустим, вы решили поменять в середине объект, это так, как и во всех странах, вы можете спокойно это сделать. Везде, где есть срок минимального удержания, например, на Кипре, там сразу ПМЖ, там другая программа. Там нам написано, 5 лет надо держать. В Португалии, пока вы не получите ПМЖ либо гражданство, вам нужно актив держать, потому что он является основанием того, как вы продлеваете свой вид на жительство. Предположим, я приобрел акции какого-то этого фонда. Прошло, вы сказали, ну, допустим, возьмем такой срок реалистичный. Через два года мне выдали вид на жительство, так? Да. Через какой срок после этого я реально могу претендовать или на ПМЖ, или на гражданство? Реально, если говорить. Если мы говорим просто про официальные данные, да, то есть право на подачу у вас на ПМЖ или на гражданство возникает через 5 лет владения видом на жительство. Это право. То есть по факту карта ВНЖ выдается вам на два года и продлевается каждые два. То есть у вас получается срок 6 лет, да, если того срок, который у вас действительно. Вы можете ее и дальше продлить, и на 8, не подавая. К счетам последних изменений, то есть мы подаем, например, в 2024 году, вот все, мы собрали документы, завели деньги в Португалию, это тоже момент, кстати, надо обсудить. Про него отдельно говорим, конечно. Да, да, да. Значит, сделали подачу, и у вас зафиксирована ваша заявка во имя. С этого момента начинается ваш срок 5-летний, после которого вы можете подать на ПМЖ или гражданство. Дальше, допустим, через полтора года вы одобрены, там, через два года. Ну, сейчас уже чуть-чуть побыстрее становится. Вы уже к этому не привязаны сроку, вы по фондам владеете, да, поем, доходность получаете, и вас, соответственно, через, считайте, три года, по вашем примере, вы можете уже подаваться на натурализацию. Да. Срок натурализации тоже полтора-два года, год-полтора, вот так скажем, пока рассмотрение на паспорт идет. Вот. Лучше дождаться полного одобрения, да, чтобы у нас никаких не было вопросов, и вы, в принципе, свободно выходите. Означает ли, сказанное Ване, что вот если я начинаю работать именно по вот этой схеме, то моя инвестиционная активность, именно связанная с фондом, одним или если я потом с каким-то другим начну работать, это все равно примерно лет пять плюс-минус. И где-то со второго-третьего года я начну получать какие-то деньги. Это минимум пять, это, скорее всего, фонд обычно работает, средний срок фонда это восемь лет. Тогда еще один момент. Предположим, через, там, шесть лет я решил вопрос, а, по-моему, вы разответили на этот вопрос, просто не правильно ли я понял. То есть я через шесть лет могу выйти, и никаких проблем у меня не будет, если у меня уже другой статус, ПМЖ или гражданство. Да, да, все верно. Фух, с этим разобрались. Давайте теперь другой момент. Легко сказать, приобрести какие-то акции. Где мы и где акция? Вот, и где перевод денег в Португалию? Как это работает все? Давайте рассмотрим, как это работает классически, да, как мы работали с этим до всех ограничений, до всех историй, и как с этим работают иностранные инвесторы, которые тоже не испытывают сложности, да, с финансовой логистикой. И потом вернемся к решениям, к практике, во-первых, по российским кейсам и по альтернативным вариантам, которые также сейчас активно проработаны уже и используются. Марьяна, тогда давай расскажем сейчас про классические, и потом поговорим про креативные пути. Ну, в целом классический способ стандартный, это мы, если мы говорим просто про пошаговую процедуру, клиент, мы делаем предварительную проверку для оценки рисков, она бесплатная, занимает один-два дня, подписываем договор на сопровождение, договор мы можем, в принципе, подписать не только на программу золотой визы, да, только до получения ВНЖ, мы можем прописать в договоре и до выхода на гражданство, то есть сопровождать этот процесс. Первоначальный сбор документов, буквально там несколько документов, и первым шагом это будет в Португалии, это получение налогового номера. После получения налогового номера нам необходимо открыть банковский счет в Португалии, с чем как раз возникает ряд вопросов. На сегодняшний день открыть счет в Португалии достаточно сложно, проблематично, если у вас только российский паспорт. То есть тут все-таки индивидуальный подход, необходимо, скорее всего, это либо какое-либо дополнительное резиденство, допустим, Эмирата, у вас есть счет в Эмиратах, или у вас есть доход за пределами Российской Федерации, у вас, может быть, есть второй паспорт, да, то есть тут разные комбинации, но если мы говорим, возможно ли это, это возможно. То есть такие... Давайте я уточню момент, возможно ли это, если у тебя есть только российский паспорт? Вряд ли. Зависит не только от гражданства, зависит еще от источника денег. Где доход, где живем, где семья живет, какая деятельность, да. Если это инвестор, который всю жизнь жил только в России, и там еще работает на околосанкционной компании, ему не откроют счет. Давайте тоже реалистичными будем. Если это... да. Ну, пример. Человек имеет только российский паспорт, но имеет, например, разрешение на работу в Казахстане. И вообще деньги последние там три года или два года, он получает в Казахстане, он там работает. Но при этом у него есть там разрешение на работу, но у него нет, ну, понятно, я еще даже не о гражданстве говорю, ПМЖ нет. Вот этот случай возможен, вот в таком случае. Надо смотреть. Каждый банк проводит свой КВАСИ, мы это знаем в Европе. Сейчас кто-то обещает со стопроцентной уверенностью, никто не возьмется, я думаю, да, если реалистично смотреть. Все меняется, иногда даже зависит просто от бранча банка. Мы... у нас есть успешная практика. Мы сразу подаем, у нас есть несколько банков, некрупных, которые готовы побороться, да, для того, чтобы открыть счет клиенту. Понятно, есть ситуации сразу нет, да, определенные. Есть ситуации, где, вот вы говорите, есть источник, есть еще какая-то история, которая позволяет нам обойти вот эти жесткие регуляции, которые сейчас по всему Евросоюзу, не только по Евросоюзу, с финансовыми институтами для Red Flag Nationality, так они называются. Смотрите, тогда все-таки такой вопрос, я, наверное, сейчас попытаюсь его как-то грамотно сформулировать. Где вот тот минимум возможный из ваших кейсов, я не прошу уж конкретный кейс называть, но вот минимальное, что кроме российского паспорта было у человека, не знаю, там Emirates ID, и у вас получилось. Или, например, не знаю... Emirates ID, да, если есть, допустим, Emirates ID, есть доход в Эмиратах, компания зарегистрирована, есть доход на территорию Эмиратов, Emirates ID, это рабочий вариант. У нас такой был клиент, да, здесь нужно смотреть, но давайте не будем раньше времени пессимистично об этом говорить, потому что у нас есть еще как минимум 3 варианта. У нас есть решение, да, у нас есть решение для... А, это только про первый вариант говорить, я просто подумал, что... Да, ну, в целом мы можем использовать трастовые аккаунты адвоката, есть фонды, которые позволяют инвестировать. Такой же способ, в принципе, был доступен при покупке недвижимости, то есть когда мы имели уже, еще была доступна опция недвижимости, но уже были ограничения с переводом средств, у клиентов была возможность переводить средства через трастовые счеты адвоката. То есть сейчас такая же история работает, но с ограниченным списком фондов. То есть не все фонды принимают такой способ оплаты, но это возможно. Также есть... Это способ номер 2, через трастные счеты адвоката. То есть, окей. Мы про вот эти альтернативные способы предлагаю кратко сказать, чтобы не путать. Там мы готовы более подробно в индивидуальном порядке обсуждать. Они все рабочие, как Марьяна говорила, многие из них обкатаны были по еще опции с недвижимостью. У фонда есть свои нюансы, да, потому что это пай, он должен где-то храниться. И мы всегда связаны с вот этим, как на русском, Custodian Bank, да, в котором обслуживается сам фонд. Поэтому там есть финансовые нюансы, и я уверена, наши инвесторы, они будут также в это погружаться. Мы с удовольствием вместе с адвокатами, с legal opinion, под каждую из этих альтернативных вариантов все опции разберем. В общем, мы всегда начинаем, мы всегда пробуем открыть нормальный счет в зависимости от клиента. Выбираем банк, выбираем там город, локацию, даже бранч. В принципе, вероятность больше, чем мы думали. Следующий вариант, мы заводим деньги через трастовый аккаунт адвоката. Как Марьяна сказала, некоторые фонды с этим работают. Следующий вариант, некоторые фонды готовы через свой трастовый счет заводить клиентов. Естественно, они делают свой KYC, естественно, они тоже смотрят, чтобы деньги были безопасными для самого фонда. Но это также возможно. И следующий способ, он такой немножко более экзотичный, но также может подойти, это через юридическое лицо. То есть мы открываем компанию в Португалии, там с счетом сразу. Это также юридически, миграционно возможно. И тоже есть хорошая практика. И через вот эти юридические лица вообще эта практика существовала до всей истории еще с российскими клиентами. Через такой способ заходили клиенты из Марокко, из многих других стран, где ситуация еще намного хуже, чем в России. Мы привыкли думать, что нас так вообще обложили со всех сторон, как нам существовать. На самом деле, многие клиенты разных национальностей, они испытывают те же сложности с комплаенсом. И у каждого действия есть противодействие. И это не значит, что мы говорим, что мы там какие-то санкционные или какие-то наличные деньги заносим, как угодно. Нет. Понятно, что на все нужны документы. С этим, я думаю, все уже понимают, привыкли работать. Но это тоже действующий вариант, который тоже был опробован успешно. Вот. Значит, четыре варианта, про которые вы сказали. Я просто попрошу тогда все-таки еще немножко вот этот слайд прокомментировать. Значит, вот просто не все, у кого-то, кто с телефона смотрит, точно не увидит до конца картинку. В двух словах. Значит, одна-две недели вы сказали это справа. Ну, это первоначально совсем, это подписание договора, предварительную проверку, которую мы делаем. У нас достаточно расширенная проверка, мы делаем проверку по 16 базам. Она бесплатно занимает 1-2 дня. Далее мы подписываем договор, оплачиваем первую часть услуг. И происходит первоначальный сбор документов. Для того, чтобы выдать доверенность на адвоката, получить налоговый номер в Португалии. Далее уже происходит открытие банковского счета. Открытие банковского счета может занимать и больше, чем 8 недель, допустим. Тут в зависимости от подхода, с которым мы работаем, и от индивидуальной ситуации клиента. И происходит перевод денежных средств на счет в Португалии. Правильно ли, простите, я понял, что самое сложное во всей этой процедуре, это именно открытие счета. Из всех. Или что-то есть еще более сложное в этой истории? Я думаю, что да, на самом деле самый такой этап, ну как более длительный и требующий достаточно индивидуального подхода. Понятно. После того, как счет открыт, ну идет перевод денег, да? То есть, как бы, правильно ли я понимаю, что если счет открыт, то, скорее всего, с очень большой вероятностью, уже есть одобрение, что деньги примут? Ну, понятно, что не ото все. Тут мы будем говорить про банковский комплайнс, да, в любом случае, необходимо иметь источник происхождения средств. Как в Португалии, как и раньше, когда вы приобретали недвижимость, у Португалии нет, как у Кариб, допустим, контролирующего органа, который проверяет источник ваших средств, где вам необходимо предоставить все документы. В Португалии таким органом, да, является банк, получается, то есть банк может запросить, стандартный, да, комплайнс может запросить источник. Окей. И следующий тогда вопрос, вот у вас, написано, 20-24 месяца, то есть, ну, двух месяцев, вот, рассмотрение документов официально составляет, кто-то из наших зрителей написал, что составляет 26 месяцев, ну, порядок примерно понятен. Что в этот момент происходит с заявителем? Он просто тупо уже, извините за это слово, сидит, ждет. Посмотрите, после того, как мы произвели инвестицию, получили все необходимые документы от фонда, да, что инвестиция произведена, собрали пакет документов для подачи. Мы подаем онлайн заявление во иму, и как раз-таки у меня есть комментарий по поводу, вот, там, 26 месяцев. Ранее это был иммиграционный орган СЭФ, который рассматривал заявки, и тот период рассмотрения, который на сегодняшний день существует, он существует для всех национальностей. То есть просто количество заявлений поданных было настолько большим, да, что потребовалось произвести, там, ряд преобразований, и на сегодняшний день это сформирован новый орган, который называется АИМа, который рассматривает эти заявления. И, да, возможно, это может быть и там 26 месяцев, но Португалия делает все возможное для того, чтобы ускорить рассмотрение, они, там, наняли больше сотрудников, они должны ускорить как раз этот срок рассмотрения. И плюс как раз про то, что мы сказали, это о том, что новые изменения в закон, которые позволяют вам зачесть этот срок в срок вашего ВНЖ и в срок до получения гражданства, до права перехода на другой статус. И далее клиент просто ждет, идет период, основной период рассмотрения. Клиент получает предодобрение сначала, это тогда, когда клиенту необходимо прилететь в Португалию для сдачи биометрических данных. И после биометрических данных он ждет еще несколько месяцев для того, чтобы получить окончательное решение, окончательное одобрение и уже получить карту вида на жительство. В целом, про то, что мы, наверное, хотели поговорить, да, про ситуацию, которая на сегодняшний день существует, как мы действуем с клиентами, которые находятся в ожидании, которые уже сдали биометрию, но так до сих пор не получили одобрения. Наверное, такой был вопрос, да, Филипп? Ну, кто как. На самом деле, Филипп, многие инвестируют в фонды. И, кстати, кому интересно, есть некоторые фонды, которые там могут и доходность вперед выплачивать. То есть там есть определенные тоже истории, которые позволяют часть денег чуть ли не до половины получить в течение более короткого срока назад. Тоже кому интересно, напишите нам, мы вам пришлем подробно вот такие истории условно, там, buyback. Ну, это как всегда на этом рынке есть такие истории, да, с компаниями, которые по недвижимости buyback и прописывали. В общем, это отдельная история, которую мы готовы тоже обсудить. Значит, что касается российских заявок, какая была с Португалией, значит, ситуация. Огромное количество заявок из России зашло в 2020-2021 году. Еще вот когда мы работали в других компаниях, мы просто видели, что спрос был уникальный именно из-за того, что Португалия дает реальный переход на паспорт, да. И он действительно работал, начала практику появляться по одобрению гражданцев. И, значит, когда началась СВО, и когда начали появляться различные ограничения, Португалия не поняла, что делать с этим количеством заявок. Они не могли всем отказать, как это сделал Санкидс. Они понимали, что очень много инвесторов уже приобрели недвижимость. При этом они не могли всех одобрить. То есть они заняли такую выжидательную позицию, особенно вот в первую половину 2020 года, как говорили они, что они ждут финализации санкционных списков, чтобы точно там случайно кого-то не одобрить, кто мог бы скомпрометировать будущее всей программы золотой визы. И, значит, они условно такой негласный был саспенд всех файлов. И все инвесторы, которые, то есть инвесторы доходили до биометрии, проходили биометрию, и дальше не происходило ничего, ни да, ни нет. И всегда, когда отправляли дополнительный запрос и говорили, ждите, ждите, вот там сейчас они не могут определиться, как все-таки им действовать, какую выбирать историю. Самые нетерпеливые инвесторы и их юристы начали пробовать подавать в суд за задержку, потому что в Португалии нет официально никакого запрета, никакой дискриминации. У них это прописано, право, равные права для всех национальностей. И у них работают вот эти демократические правила. Кто-то из юристов подавал в суд, говоря о том, что у инвестора есть какие-то особые обстоятельства, которые ему необходимо, ради которых им нужно переехать срочно в Португалию. Кто-то по-другому пойти шел. И на самом деле это суды были не такого формата, как в России иногда судятся, там на 10 лет вперед, где никто не является, не двигается. Это больше была формальная юридическая процедура, которая неожиданно начала успешно работать. И дальше уже в зависимости от адвоката, в зависимости от точности вот этих формулировок, как они подают, почему файл нужно выпустить быстрее, был найден оптимальный решение. То есть уже сейчас, слава богу, прошло почти два с половиной года. Естественно, как мы говорим, у каждого действия есть противодействие. Если у инвестора нет никаких факторов ему реально отказать, то есть если клиент попал под санкции, то здесь, наверное, шансов нет. Если все в порядке, то у них нет причин держать файл. И мы понимаем, что все клиенты, которые с нами заходили, это больше 200, наверное, так или иначе все получают. Есть кто-то, кто еще в процессе, но вот мы поменяли компанию, поэтому мы не можем четко говорить там полную статистику, но те инвесторы, которые до сих пор с нами на связи и делятся своими прогрессами, мы, естественно, тоже за всех переживаем и со всеми дружеских уже отношениях за такой период, то мы понимаем, что практика удачна. И наши юристы, с которыми сейчас мы работаем, мы искали вообще юристов, которые хорошо делают натурализацию. Как я говорила в начале, нам нужна была практика по натурализации. И мы обнаружили высокий процент одобряемости для российских инвесторов по вот этой истории. И мы сейчас не ждем уже биометрии, мы делаем подачу в суд сразу. И это тоже позволяет побыстрее этот файл продвигать. И мы, в общем, очень оптимистично настроены, мы видим, что процесс идет. Так же, как на Карибах, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но нам главное, мы видим, что нет такого, что кто-то вообще намертво завис, и ничего не происходит. Да, это чуть сложнее, но мы все равно понимаем, что ставки высокие. Возможности получить европейский паспорт легально, не через вот эти поддельные свидетельства о рождении и прочие страшные истории. Про поддельные не говорим, это совсем уж не наше уровне. Это совсем не наше уровне, но это все равно много рекламируется в интернете. И инвесторы иногда там спрашивают, а как мне европейский паспорт-то получить? Может быть, мне вот эта программа или другую, мы говорим. Легальная история, легальные способы. Это, ну, там все знают. Всех легальных способов в Португалии подходит инвесторам, которые не... Пропадаете, Ксения, не очень хорошо вас слышит, к сожалению. Не вступать в брат, не чем-то заниматься. Пропадаете, к сожалению. Марьян, вы что-то хотели добавить, пожалуйста, мы уже завершаем наш вебинар. Да, хотела добавить тоже в конце о том, что это возможно. И, может быть, даже клиенты, которые смотрят наш вебинар, может быть, которые сейчас находятся в процессе ожидания, да, которые не только сейчас рассматривают, да, которые уже подались. Мы готовы помочь таким клиентам, проконсультировать их по вопросам о подаче таких заявок в суд, да, на рассмотрение, для того, чтобы получить одобрение быстрее. И в конце хотелось бы добавить, что мы почти не проговорили про преимущества программы, но еще раз повториться, да, что, да, может быть, путь может казаться достаточно сложным, да, с рядом ограничений, с открытием банковских счетов, переводом средств и так далее, но на сегодняшний день это единственная программа, которая позволяет перейти на статус гражданства в Европейском Союзе без проживания. Окей, дорогие друзья, Ксения, как вы уже говорили, она на нас прям вот бойко вышла в эфир. Ксения, спасибо огромное, что все равно смогли как-то к нам подключиться. Друзья, значит, ну, традиционно скажу, что у нас будет по итогам вебинара и материал опубликован, никто не успел к началу трансляции, мы, безусловно, опубликуем ее на нашем канале в Ютубе, она будет опубликована. Я еще раз с удовольствием представляю коллег, которые сегодня, на мой взгляд, в значительной степени приоткрыли дверь, потому что подробно, естественно, ну и все нюансы оговорить невозможно, тем более в эмиграционных вопросах сейчас, Настя, дверь открывать, скажем так, не очень принято. Итак, Ксения Грищенко, главный операционный директор Солонт и Марьяна Ухарова, руководитель направления Португалии компании Солонт. Удачи, до свидания.